Мы современные люди, которые учились в школе, и мы уже не можем называться людьми простыми. Как бы мы их и захотели, простоты у нас уже нет. Мы уже отравлены знанием, так сказать, мы уже отравлены системой мышления, мы уже отравлены тем миром, которым мы находимся. И поэтому попытка стать чем-то, чем мы не являемся, для нас неосуществима. Мы не сможем быть такими, как многие люди, которые не умеют ни читать, ни писать и воспринимают все на веру. Для нас интеллект – это часть нашей жизни. И без интеллектуальной жизни, по сути дела, мы себя вообще не можем ни уважать, ни воспринимать. И поэтому для нас так важно осмыслить то, что нас окружает, наш мир, и особенно самую главную, в общем-то, составляющую этого мира – это мы сами. И уже в нас огромная важность и составляющая – это наша душа. Одна из вещей, которые меня в Ешиве, в Цфате, потрясли в один момент, когда к нам пришел один человек, которого я не знал. Он был житель какого-то другого города, не Цфата. Он не был одним из преподавателей, он приехал к нам в один из вечеров. Пришел такой человек с такой бородой полуседой, со странной рубашкой, полосатой такой, растехнутой до пупа, без шляпы, без пиджака. И так как я его не знал, я посмотрел на него и подумал, что, может быть, надо посмотреть в сторонке, что там пойдет. Я все-таки уже был учеником, я уже видел раввинов, я уже знаю, как они говорят, о чем они говорят. Примерно мог себе представить. Люди вокруг него уселись. И чем я был потрясен? Я был потрясен тем, что он думал. Он думал, когда говорил. Это был Раф Дунин из Хайфы. Он был трактористом по своей профессии, так Рэба ему сказал. И вот он сел, и вместе с ребятами, которые были, можно так сказать, корифеями Торы, учились постоянно. И он стал думать. И я подумал, неужели так можно? Неужели во время разговора с людьми можно еще и думать? Когда он произнес те же фразы, которые мы уже знали, и я уже знал наизусть, вдруг эти фразы для меня ожили. Когда он произносил божественность, безграничный божественный свет, и вдруг он задумался. Это не позиция лектора. Это не позиция попугая, который что-то знает и хочет кому-то передать, и который пришел к какой-то истине, и хочет кого-то чему-то научить. Это был вообще другой подход. Это подход человека, который переживает то, что он знает, он пытается еще раз по-новому взглянуть на ту же проблему. Он пытается увидеть себя со стороны, он пытается осмыслить это. И вот то, что мы сейчас пытаемся сделать, это попытка осмысления того, о чем мы в принципе уже все знаем. Я однажды провел опыт, если так можно сказать, на людях. В один из семинаров я спросил у девушек, у которых было уже по высшему образованию, у некоторых было даже два, верят ли они в душу. И как ни странно, для меня это было удивительно, 99% из них подняли руки и сказали, что да, мы верим. Я был очень удивлен и спросил, не удивляетесь ли вы? Вы с детства изучаете науку. С точки зрения науки души не существует. Неужели вы не воспринимаете науку как нечто серьезное? Вы все получили светское образование, вы не являетесь религиозными людьми. Почему вы до сих пор верите в душу? Откуда у вас это? И даже если вы верите в душу, сколько времени вы посвятили изучению того, во что вы верите? И тут оказывается абсурд. В то, что люди действительно верят, несмотря ни на что, они не посвятили ничего для того, чтобы понять то, что у них есть. Самое главное, это их жизненная сила. И вот этот абсурд, который есть в нашей жизни, я пытаюсь осмыслить. И вообще, очень много религиозных людей, в принципе, заявляют такую простую вещь. А зачем мне это нужно? Зачем мне думать о душе? Да, о ней написаны книги, но зачем это нужно? Что мне это дает? Я же исполняю заповеди. Я же делаю волю Творца. Зачем мне нужно думать о том, что невозможно ни измерить, ни пощупать, ни взвесить? Зачем мне влезать в эти дебри, если я еще не дошел до какой-то духовной ступени? Это позиция очень многих религиозных людей. И я ее, кстати, понимаю. Вот на эту тему в Зоре сказана такая вещь, что еврейский народ разделяется на две группы. На группу, которая называется Яков, и группа, которая называется Исраиль. Группа Яков – это те люди, которые воспринимают Тору на самом обычном уровне. Группа Исраиль – это те люди, которым этого понимания недостаточно, которые хотят видеть шире, хотят знать глубже. И этим людям можно уже давать тайный Тор. То есть, в принципе, эти задачи не ставятся перед всеми. Есть люди, которые могут быть прекрасными, хорошими людьми и без этих знаний. И доказательство этому еще одно. В Зоре Раби Шимон Бар-Юхай говорит своим ученикам. Дорогие мои ученики, вы знаете, что земной шар круглый. Что на земном шаре есть полюса. Что с другой стороны земного шара есть люди, которые ходят по отношению к нам кверх ногами. Зачем он это говорит им? Это две тысячи лет назад. Какая разница его ученикам, какой земной шар? Они дальше своей деревни, дальше другого города никогда не ходили. Они не были мореплавателями. И сам Раби Шимон Бар-Юхай тоже не был таким. Он не сделал кругосветное путешествие на воздушном шаре и не узнал, что земной шар круглый. С какой стати он это им говорит? Ответ он очень простой. Если мы не понимаем мироздания, мы не понимаем Бога. Бог дал нам возможность прийти к нему не только посредством веры, но и посредством размышления. Для этого он дал нам интеллект. Причем интеллект, отличающийся от животных тем, что он может оперировать абстрактными понятиями. И этот интеллект многие люди не используют. Это их право. Да, они могут быть прекрасными людьми и без этого. Но полноценное служение Творцу может быть через полноценное использование своего потенциала. И то, что Всевышний дал нам возможность не только чувствовать и верить, но и то, что он дал нам возможность понимать, нас обязывает к тому, чтобы мы его понимали. Да, возможно, мы не будем его понимать на 100%. И может быть даже на 50%. И может быть даже мы не будем понимать его на 20%. И может быть мы приблизимся только к 1%. Но здесь важен шаг. Важно желание человека осмыслить то, что Бог нам дал. И не только понять, но еще и взять для себя как некую данность, которая нас обязывает. С другой стороны. Может ли это принести вред? Вообще, можно заметить, что очень многие люди пытаются спастись от знания, ставя разные преграды. Потому что этого знания они боятся. Они боятся, что лишние знания, объективные, их ограничат, так сказать, в свободе действия. Люди, которые любят курить, не любят, когда говорят про проблемы курения. Те, которые любят выпить, не любят слушать про проблемы, которые алкоголь несет их организм. И так далее, и так далее. Люди, которые не любят заниматься физической нагрузкой или спортом, не любят слышать про то, что это может им принести. Таким образом, зачастую люди ограждаются от знания некими барьерами, чтобы остаться самими собой. И в книгах Каббалы эти люди очень нелестно называются. Очень нелестно. С другой стороны, те знания, которые даются в книгах Каббалы и Хасидизма, эти знания, которые реально могут принести вред. И не случайно наши мудрецы запретили изучение книги Зоар до 40 лет. Что это означает? Почему они ограничивают это? Не потому, что они не хотят, чтобы люди приблизились к Творцу. Не потому, что это закрытая секта, которая хочет уничижать всех остальных, пользуясь благами знания. А потому, что эти знания действительно могут принести вред. Почему? Дело в том, что очень многие люди, не умея думать абстрактно, воспринимают книги Каббалы буквально. Это еще одна проблема в осознании вот этой формации души. Очень много вреда принесли и хасидские книги тоже, которые многие люди из-за их ленности интеллектуальной поняли неправильно. И потом эти идеи транслируют другим людям. Причем эти идеи, выказывая как некую абсолютную истину. А это очень сложный процесс. Процесс понимания этих книг. Книги Каббалы и книги хасидизма это чрезвычайно трудная вещь. Их нельзя понимать буквально. И поэтому очень многие люди, понимая их буквально, принесли вред самим себе и другим людям. Понимая Бога превратно. Понимая Его творение превратно. Это мы видим сплошь и рядом. Кроме того, были люди, которые использовали силы Каббалы для, скажем так, индивидуальных, даже может быть не эгоистических целей, но тем не менее индивидуальных. Такими были Шапте Цви, Франкисты, Яков Франк и их последователи. То есть была серьезная проблема в изучении этих постулатов, в неправильной их интерпретации. Поэтому то, что мы делаем, мы изучаем эти книги, во-первых, со знанием Талмуда, не отрывая их от контекста. Изучение книг Каббалы требует внимания и терпения. Человек, который считает Каббалу чем-то отдельным от всей Торы, он глубоко ошибается. Каббала – это интегральная часть Торы. Нельзя изучать часть Торы, не обращая внимания на все остальные. То есть человек должен знать и письменную Тору, и устную Тору, и часть ее – это Каббала и хасидизм. И, к сожалению, очень часто приходится слышать то, что Каббала – это истина, все остальное – это, скажем так, домыслы раввинов. Это абсолютно неприемлемая вещь, абсолютно неправильная вещь, которая противоречит всей сути Каббалы. Итак, сделаем небольшое резюме. Полноценное служение Богу может быть только тогда, когда человек использует весь свой потенциал – и материальный, и духовный. Но это должно быть сделано правильно. И в том числе религиозные люди должны стараться выйти из своего материального, скажем так, окружения, из своих материальных границ для того, чтобы приблизиться к Творцу. Не оставляя материальность. Изучение Торы и изучение Тайн Торы не противоречат материальной жизни. Но, тем не менее, абстрактное мышление – это все-таки умение, которое нужно в себе интегрировать. Это непростой процесс, который занимает время. Понятное дело, что с точки зрения религиозного человека, который верит в Тору, понимание души – это будет религиозное знание. А теперь я хочу сказать некую вещь, которая идет вразрез с тем, что сказано было выше. Дело в том, что очень многие люди воспринимают человеческие или общечеловеческие знания, как некий антагонизм Тори и ее знания. Ну, кроме того, что Любович Аскеребе говорит, что это в корне неправильно, потому что Тора не противоречит знаниям. Но, кроме того, это с интеллектуальной точки зрения абсолютно неинтеллектуальный подход. Исключение некого интеллектуализма – это уже неинтеллектуализм. То есть, если люди считают, что Тора – это все, и они отбрасывают человеческие знания по мире, то это достаточно ограниченные люди и достаточно ограниченный подход. И поэтому в Талноде сказано, что знания у народов мира являются, да, знанием. И наши ученые обращали на него внимание. И более того, для того, чтобы нам, современным людям, служить Богу по-настоящему, нам приходится интегрировать эти знания в нашу жизнь. Именно нееврейские знания. И вроде бы, которые не являются частью нашей культуры или наших обязанностей. Тем не менее, эти знания для нас очень важны и очень важно их понять. Я вам процитирую сейчас книгу, которая приводит слова Аристотеля. Я прочитал эту книгу на еврейском языке, на еврите. Не подумайте, что Аристотель писал на еврите. Хотя в одной известной книге, которая достаточно признана в еврейских кругах, я видел, что Аристотель в конце своей жизни сделал геюр и очень сетовал на то, что его книги распространились в мире. И если бы он мог, он бы их сжег. Потому что они противоречат Богу. Я не знаю, насколько эта информация верная. В других источниках я это не встречал. Но такое есть. Так вот, Аристотель не писал на еврейском языке. Более того, он не был религиозным человеком в том понимании, которое мы в него вкладываем. И тем не менее, эти слова Аристотеля написаны на еврите. Кто же это написал? Так вот, это цитата из книги Швеле и Муна «Тропинки веры», которые приводят слова Аристотеля. И вообще оказывается, что наши ученые, наши мудрецы относились к его словам, и не только к его словам, к другим ученым очень внимательно. Их принимали, их обсуждали, с ними не соглашались, с ними спорили. Но тем не менее, не было презрительного отношения к словам мудреца другого народа. Такого у нас не было вообще никогда. И вот, что Аристотель говорит. Все люди похожи друг на друга тем, что у них есть душа и тело. Но не все знают о душе то, что они знают о теле. Потому что тело осязаемо, и его можно постичь своим интеллектом. Но те люди, которые не любят думать абстрактно, они не затрудняют свой мозг думать о душе. И так далее. Это очень интересная книга, которая в целой главе говорит об осознании душе при помощи интеллекта. И что здесь важно? Важен сам процесс. Дело в том, что разница между верой и интеллектом в том, что интеллект меняет человека изнутри. Вера – это огромная сила. Но эта сила не позволяет человеку меняться. Да, она руководит действиями человека. Конечно. Но это как кувалда, которую пытаются вбить гвоздик на декоративной шкатулке. Маленький декоративный гвоздик. Это очень трудно. Вера – это такое оружие, которое евреям используется в глобальных целях. Это может быть базисом. Но вера не меняет человека. И поэтому может быть такое, что человек верующий, соблюдающий, он остается внутри грубым и неоттесанным болваном. Он может спокойно нарушать заповеди Торы, зная о всех заповедях. И поэтому в Талмуде сказана такая фраза. Ганва Апун Махтар Талрахамонакария – вор, который лезет под забором и выкопал яму для того, чтобы украсть имущество другого человека. Он обращается к Богу и просит «Бог, помоги мне, помоги мне своровать эту вещь». Здесь удивительная вещь. Если он верит в Бога, как же он делает вещь, которую Бог запрещает? Если он не верит в Бога, зачем он к нему обращается? И в этом феномен веры. Вера – это та сила, которая называется на языке кабалы «ормакив». Это сила, которая не облачается во внутренний мир человека. Она им руководит, да. Но это как базис, как отправной базис для жизни человека в будущем. Это базис для того, чтобы начать эту веру воспринимать при помощи всех остальных качеств человека. То есть, на языке хасидизма это означает взять этот свет, который не облачается в тело, и сделать его частью жизни человека, частью тех сил, которыми он может пользоваться. А что это за силы? Это силы интеллекта и силы эмоций. Для того, чтобы человеку эту веру осознать, о ней нужно думать. И после этого он сможет ее прочувствовать. Таким образом, человек сможет служить Всевышнему полноценно и гармонично. Тогда ту веру, которая у него есть, он будет осознавать, и он не сможет сделать какое-либо действие, которое будет противоречить его вере. Тогда он не сможет воровать, потому что он верит в Бога, который запретил воровство. С другой стороны, если человек опирается только на свое понимание, без веры, в конечном итоге он тоже упадет. Он найдет способ интеллектуального оправдания своего действия, если он не верит в Бога. Он найдет способ, как украсть. И скажет, что это кошерно. Как в том же Талмуде сказано, что мудрец может доказать, что земноводное будет кошерно при помощи 150 интеллектуальных доказательств. И это тоже есть. То есть интеллект – это достаточно опасная сфера. И тем не менее мы обязаны эту сферу использовать для служения Всевышнему. Как альпинист, который идет в тяжелый путь и покоряет вершину. Да, это опасно, но это стоит того. И здесь мне хотелось бы привести некие свои догадки. Вы их можете оспорить. Это не написано в какой-либо книге. Об этом я думал сам. И поэтому это не является какой-то истиной с горы Синай, как говорят. Так что я понимаю тот скептицизм, которым вы это воспринимаете. Но с другой стороны, я позволю себе это сделать. Итак, в чем же вера и в чем же знания заключаются? И в чем их между ними разница? Это достаточно сложный вопрос. По моему опыту, многие не могут на него толково ответить. Я не уверен, что у меня это получится. Но тем не менее, выскажу эту догадку. Итак, тезис, который я хочу сказать. Знание – это субъективная достаточность информации. Для данного человека. Вера – это субъективная недостаточность знания для этого человека. И сейчас я приведу пример, который сможет подчеркнуть этот тезис. Представьте себе два человека, которые сидят в самолете и готовятся к взгляду. Один человек понимает в аэродинамике, он понимает в конструировании, он понимает, как работает самолет и спокойно в нем сидит, абсолютно не волнуясь и зная, и понимает, что самолет надежен. Другой человек, который абсолютно ничего не понимает ни в аэродинамике, ни в устройстве самолета, он тоже сидит и тоже абсолютно спокоен. Какая сила ему помогает быть абсолютно спокойным? Он совершает действие, которое, в принципе, не является для него, скажем так, обычным. И многие люди считают его опасным. Он верит, что все будет хорошо. То есть здесь задействованы две силы. Один человек верит, другой человек знает. Есть ли к тому человеку, который спокойно сидит и знает, что самолет надежен? Подойдет человек и скажет, слушай, этот самолет сделан не лучшим образом. Я работал на этом заводе, и заклепки в этом самолете вообще сделаны из некачественного металла. я это абсолютно точно знаю. И на этом самолете очень сильно компания сэкономила. Я знаю этих пилотов, кроме того, они сейчас вообще в нетрезвом состоянии. и я не знаю, что ты себе думаешь, но я точно знаю, что эти пилоты вообще в данный момент невменяемы. То есть, что он сделал в тот момент, когда он рассказал ему эту информацию? Он поставил его под сомнение. Его знания о благополучном полете, о том, что будет, подверглись сомнению. Теперь у него стоит знак вопрос, долетит ли он или нет. И вот здесь он должен принять решение. Его знания его обязывают. Что будет делать дальше? Или после того, как он узнал, он сойдет с этого самолета, потому что у него появилась новая информация. И это действительно интеллектуал. Если этот человек так сделает, это действительно человек, который опирается на свои знания. Это интеллектуальный человек. Но может быть другая ситуация. Этот человек махнет на него рукой и скажет, ах, все будет хорошо. Ему жалко денег, ему жалко времени, он уже приготовился к поездке. Что его заставит сидеть в этом самолете? Какая-то другая сила. Что это за сила? Это вера, что все будет хорошо. И этот интеллектуал задействует новую силу. Когда мы воспринимаем наш мир, из этого примера мы очень хорошо можем это понять. Мы этот мир воспринимаем в соответствии с нашими возможностями интеллектуальными, эмоциональными, с воспитанием и так далее. Мы смотрим на него, мы видим какую-то грань, частично, которую мы понимаем. Прекрасно. если бы я был атеистом, моя жизнь превратилась бы в катастрофу. Если бы я не использовал такую сильную вещь, как вера, я бы не смог жить в этом мире, потому что большинство вещей, которые я делаю, основаны на вере, а не на знании. вера в государство, вера в справедливость, вера в закон, вера в то, что другой человек тоже соблюдает закон и так далее, и так далее. Я использую эту силу вера. В том числе и в математике, когда человек знает только теорию Евклида, Евклидовскую геометрию, и он не знает теорию Лобачевского. Он что, не воспринимает мир? Он его воспринимает. Конечно же он воспринимает. Воспринимает правильно. Да, на определенной ступени. Да, на определенном ступени он должен выйти на новый уровень. Если человек не знает, что такое теория Лобачевского, он не знает о мире очень многого. Да, это правильно, но тем не менее, тот человек, который ее не знает, он тоже что-то знает. И таким образом, когда мы говорим о восприятии творения, может быть, я не прав. Может быть, я прав. Но у меня есть право на это мнение. Потому что я это я. И то, что ученые говорят, и в какой-то мере они противоречат моему знанию, это не говорит о том, что мое знание теперь перестало существовать как единица. Покажите мне одного человека, который полностью погружен во все науки. Такого нет. Нет такого человека. Есть области знаний, в которой ему приходится использовать эту силу, которая называется вера. И то, что мы служим творцу, то, что мы воспринимаем, то, что мы пытаемся понять, что он нам дал, это тоже в какой-то мере использование двух этих сил. Мы обязательно будем использовать веру и будем использовать знания. И здесь правомерен пример из книги Кузари разговора еврейского мудреца с хазарским царем. И там есть вопрос о вере и знании. И наш мудрец говорит такую фразу и мы и вы используем те же вещи и знания и веру. Но дело в том, что можно привести пример с окружностью. Мы ставим точку и вокруг нее проводим окружность и таким образом точка будет точно посередине. Вы пытаетесь сначала провести окружность и посередине нее поставить точку. Да, это возможно. С точки зрения геометрии есть способ это сделать. Но это труднее и не все знают этот способ. Это вера. Если мы ставим веру во главу угла, тогда эта вера может стать для нас базисом для интеллектуальной и эмоциональной работы. Если мы ставим интеллект и наше восприятие во главу угла это тоже может привести к правильному результату, но намного труднее. То есть мы используем интеллект на основе веры. И те книги хасидизма, и те книги кабалы, и те знания Тора, которые мы будем использовать для изучения души, это будут знания, основанные на вере. но тем не менее мы не будем откидывать и знания, которые пришли к нам извне от других мудрецов, от ученых и так далее. Ну начнем хотя бы несколько слов скажем о них. Основоположник психологии, так сказать, Аристотель, основоположник многих наук написал книгу о душе. Не будучи религиозным человеком, не будучи верующим человеком, он все-таки пришел к интеллектуальному пониманию того, что она есть. Интеллектуальному пониманию, без всякой веры. Для нас это важно. Почему? Потому что мы нашу веру сможем облачить в этот интеллект. Мы можем посмотреть, как он пришел к этому выводу, и тоже сможем обосновать относительно нас, что эта вера, которая есть у многих людей в душу, для нас станет знанием. Именно субъективное знание, субъективная достаточность. Если я остановлюсь на каком-то этапе, это будет для меня знанием, что для других людей будет верой, потому что этого знания, которое появится у нас, у них нет. То что для меня будет знанием, для другого человека будет верой. Многие психологи писали на тему души, например, from, многие затрагивали эту тему. и теперь нужно для серьезного разговора понять инструментарий. Очень часто получается, что люди говорят о том же предмете, то есть о душе, но в это понятие вкладывают абсолютно разный смысл. и вот здесь я процитирую книгу опять же Кузари, но комментарий на нее Бет Иуда и он приводит очень коротко и тезисно два мнения греческих мудрецов. И он говорит так, что Платон верил существование души помимо тела. И после смерти тела душа остается живой и уходит в тот мир, из которого пришла в тело. Его ученик Аристотель не согласился с ним и считал, что душа погибает вместе с телом. Таким образом, уже на уровне интеллектуальной мысли в те времена было два разных подхода. Мы будем заниматься этим подходом, мы попытаемся понять, кто из них прав, каким образом они пришли к этому и в чем их разногласия. Кроме того, мы попытаемся понять, что же вкладывает сама наука психология в это понятие душа. Ведь психология, как сказали сами ученые, родилась как наука о душе, а стала наукой об отсутствии души. Современная медицина и современная психология не признают существование души, причем той души, про которую мы с вами и здесь мы сделаем коротенькое резюме, потому что говорю я уже очень много и даже половины того, что я приготовил, еще не сказал, но тем не менее надо приходить к некому завершению. Что же такое душа? Я выписал несколько определений души. не знаю насколько вам это будет интересно. Это не определение Тора, но тем не менее. Душа это нечто, что проявляется во всем, но этим не является. Так же, как и Бог проявляется в материи, но ей не является. это не слова наших мудрецов. Это слова ученых. Опять же, ученых, которые верили в Бога, средневековых ученых. Есть еще несколько определений, и вот я вам дам определение научное, так сказать. Душа это совокупность тесно связанных с организмом психических явлений, в частности чувств, стремлений и так далее. То есть, по сути дела, мы должны вначале договориться о понятиях, что такое духовность. Душа, слово дух, что такое духовность. Мы должны понять вообще, что это такое за формация. И отсюда мы приходим к еще одной составляющей. Аристотель говорит в своей книге «Метафизика» о Боге. Вернее, даже не о Боге, потому что Бог – это слова, которые уже стали банальными в какой-то мере. Он говорит о Творце. И с его заявлениями, и с его выводами, согласно наши мудрецы, кстати, в этой книге. Без понимания души мы не можем понять Бога. И вот здесь есть правило хасидизма, на котором я закончу вводную часть, и уже мы сможем перейти к вопросам. Хасидизм говорит такую фразу «Мебсарих Зайлука» Это не фраза из книг хасидизма, это фраза из пророка Йова. И там он говорит о том, что на примере своего тела, на примере своих страданий он познал Творца. Мебсари Эхзейлука. Хасидизм интерпретирует эту фразу таким образом. Глядя на свое тело я увидел Бога. То есть Всевышний сотворил нас по образу и подобию духовному и материальному. То есть занимаясь своим телом, занимаясь изучением самих себя, мы понимаем кто такой Бог. И не зря сказано в Медраше, что человек это маленький мир, а мир глобальный, вселенная это большой человек. Там очень интересное продолжение есть, например, леса, это как волосы на теле человека и так далее. Некая аллегория. Но тем не менее, глядя на человека, глядя на самих себя, на свое тело, на свою душу, мы понимаем Бога. Если мы не будем понимать самих себя, мы не сможем понять Бога. И поэтому хасидизм использует душу как пример для понимания божественности. Именно хасидизм Хаббат сделал из души некую стройную философскую систему, которая разбирает душу и которая дает возможность человеку на примере понимания процессов, которые происходят в нем самом, понять Бога. и эти знания структурированы. Я так много наговорил, что забыл сказать про самое главное. Так бывает. Говоря о науке, есть еще одно такое интересное залуждение. Я надеюсь, вы меня простите мою разговорчивость сегодняшнюю, но без этого у нас не получится ввода во весь курс. Говоря о научности явлений, очень многие люди воспринимают науку только как знания, которые опираются на точность. Ну, то, что называется точные науки. На возможность исследования, на возможность измерения, на возможность повторного опыта, вернее, постановления опыта с этой теорией. То есть, вообще, в науке есть такая проблема, что из нее сделали некий фетиш. Как только нам говорят, что ученые сказали, мозги сразу отключаются, мы становимся по стойке смирно и шагаем в задом направлении. Сами ученые не могут договориться, а что же такое наука вообще. Я приведу некую схему, которая мне понравилась, не из-за того, что она самая правильная, а из-за того, что она мне понравилась, потому что она учитывает все, скажем, формы знаний. Я кратенько вам ее приведу. И это ученый, который говорит о науке и лже науке в принципе. И говорит так, что человечество обладает знаниями. Эти знания можно разделить на четыре группы. Первое это бытийное знание, как включить чайник, допустим, как пользоваться ключами, как одеваться и так далее. Это жизненный опыт человека, как вести себя в определенной ситуации. Это упорядоченность действий в соответствии с внешними проявлениями, угрозами и так далее. Следующая область знания, это научное знание, к которому как раз и подходит то, что мы до этого сказали. То есть это дисциплины, которые опираются на объективные факты, которые можно взвесить, измерить, подчинить какой-то формуле. И некоторые ученые говорят, что это возможность проверяемости, а по Попперу это возможность опровержения данной, скажем так, теории. но тем не менее знания на этом не заканчиваются. Есть еще философское знание. И вот философское знание это знание, которое изучает происходящее в мире. И эти философские знания бывают разные, но самое главное, чтобы философское знание не противоречило само себе внутри этой системы. То есть они все имеют право на жизнь, но тем не менее самое главное свойство этого знания в том, чтобы не было противоречий в нем самом. И таким образом, куда отнести психологию, куда отнести философию, куда отнести живопись, музыку и те знания, которые есть у человечества, их изучают в университетах, по ним дают дипломы, и они вроде бы считаются объективными знаниями, но тем не менее, ну например антропология, но тем не менее, они не подходят под точные науки, а под что они подходят? И вот есть серьезные споры насчет того, научности этих наук, например истории, то что называется историографии, почему историография? Да потому что история это не только объективные факты, это еще интерпретация этого факта, а когда есть интерпретация, да еще и в прошлое, тогда начинают быть проблемы. И четвертое знание, которое там назвали, это знание эзотерическое, то есть знание просветления, когда человек пришел к некому состоянию, к некому пониманию чего-то, не из-за того, что он к этому пришел, а из-за того, что ему это открылось, в силу чего-то, какого-то происшествия. И эти знания не могут быть опровергнуты друг другом. Вот в чем важность этого заявления. То есть философское знание не может быть опровергнуто научным, потому что это две плоскости. Религиозное знание не может быть опровергнуто научным или бытийным. Оно может быть ими только подтверждено или не подтверждено. Но это если вкратце. Таким образом, занимаясь наукой, люди очень часто считают религиозных людей или верующих людей людьми, которые как это культурно назвать, ну, скажем так, отсталыми, необразованными и так далее. Наш Любавич Аскерев когда угодил в тюрьму в Ленинграде, на допросе его спросили родзанятий. Знаете, что он ответил? Он не сказал, что он еврейский юрист, он не сказал, что он раввин. Он сказал, что я научный работник, который занимается изучением божественности. Как это раввин? Это же юрист. Нурэй бы себя так не считал. То есть, по сути дела, когда мы говорим о том, что мы сейчас собираемся делать, мы собираемся изучать. Изучать то, что невозможно по идее изучить. Душу невозможно взвесить. Если бы ее возможно было взвесить, это была бы не душа. Потому что душа духовна, а духовность противоположна материальности. Хотя многие считают, что человек после смерти как будто бы становится легче и все эти теории. Это априори не может быть. Потому что духовность противоположна материальности, ее невозможно никак определить. То есть, мы шагаем в ту сферу, которая называется сферой абстрактной, и она подвластна только нашему разуму, нашему чувствованию. Мы к этому можем прийти только при помощи самых высших наших категорий человеческих. То есть, мы шагаем в неизвестность, мы шагаем в пропасть, но тем не менее, это часть наших знаний, часть нашей жизни. С чем вас и поздравляю, дорогие друзья. Продолжение следует...